Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале «Пиратская жизнь». У меня не каждый день выходят обзоры на пиратов. И вы знаете, у Нинки сегодня не было самого раннего утреннего видеоролика «Болталки». Что же случилось? А случилась беда. Ну, то есть это не беда, это очередная сказка о беде. Нинки как будто вызывали скорую. Ну, ладно, давайте будем уже обсуждать всю ситуацию со слов Нины. В общем, ей стало плохо, у неё упало давление. И прямо упало до такой степени, что верхнее было 70, а дальше что на 40 или как. Кстати, у меня такое давление было, но, конечно же, оно у меня было, когда мне было, наверное, лет 25. Ну, и в школьном возрасте у меня было очень низкое давление. Ну, и, значит, говорит, встала в туалет, так стало плохо, так стало плохо. И, в общем, вызвали скорую, вернее, Вовка вызвал скорую. И, говорит, еле дышит она. Короче, что-то он там сказал. Она сама не знает, что сказал. Дышит, не дышит. Короче, ребят, ржака. Она путалась, путалась в показаниях. И, значит, говорит, вот тут укололи, тут укололи. Везде всё прокололи. Да, что-то укололи. Сама не знает, что, наверное, витамины. Ну, да, скорую вызывают, чтобы исключительно витамины колола. Ну, и, значит, сказали, что у неё переутомление, да. В общем, она переутомилась, перетрудилась, переработала. Давление упало, аппетит пропал. Вовка камеру у неё забрал. И при этом она сидит и говорит, что вот интересно, а может ли сахар упасть резко и из-за этого якобы упасть давление? Интересно, а что ты спрашиваешь, Нинок, у зрителей? Надо было у скорой спросить. Я думаю, скорая бы этот вопрос подняла на повестку дня и в первую очередь решила бы, а не зрители, может, аль не может. Ну, и проверяться, говорит, надо. Я, говорит, Вовку так просила, чтобы он, говорит, хоть чуть-чуть, блин, снял, как я там мучилась, как мне, говорит, было плохо. Я так хотела, чтобы он хоть что-то заснял. Но Вовка сказал, нет, никакого хайпа не может быть. Хватит уже. Забрал у неё камеру, отправил её спать. А Нинке ж нужно к парикмахеру, представляете? Это, знаете, как у Уралки сценарий. Вся больная, вся больная, стоит вся опухшая, не накрашенная. Но через пару часов она уже с причесоном, уже сгоняла в парикмахерскую. Так и у Нинки. Я, правда, дальше видеоролики не смотрела, но, говорит, она позвонила девочке, а девочка сказала, ну, смотрите сами, но если переносить, там долго ждать. И Нина решила, что нужно идти. Нужно обязательно идти делать паричесон. Поэтому она встала, выспалась. Вовка уже камеру ей дал. Правда, не захотел идти с ней сниматься и есть. И она, значит, чтобы не мыть посуду, пол ковшика набодяжила себе супа, наваляла и совершенно без аппетита ела. Есть не хотелось, совсем не хотелось есть. Ну, что поделать? Есть же нужно, как ни крути. Поэтому Нинка через силу едва-едва поела. Ну, да, видели мы. Видели мы, какой был аппетит у Нины. Она, правда, путалась. Вся перепуталась и запуталась. Кто там расписался, кто не расписался, когда ей предлагали якобы госпитализацию, чтобы госпитализировать ее в больницу. Говорит, я всего раз, говорит, в больнице лежала. И то, говорит, на третий день сбежала, когда с поджелудочной проблемой были. Короче, ребят, жесть. Это же надо вот так вот не подготовиться. Нет, ты совсем сегодня неподготовленная. Ты запуталась, кто там отказ писал. То ли Вовка, то ли ты. Наверное, врачи написали отказ от госпитализации. Точно. Раз ты не можешь вспомнить Вовка или ты. И да, и такое низкое давление, такое низкое давление, что скорая витамины проколола тебе. Ой, короче, ребят, скорая быстро приехала, очень быстро приехала. А еще что-то она про капельницу говорила. Слушайте, а что у нас, когда скорая приезжает, они капельницу еще ставят? И сидят, ждут, когда капельница прокапается пациенту? А сколько часов они ждут? Два-три часа или сколько? Что-то как-то больно совсем непонятно. Короче, нечего уже болтать пиратке. Решила она развести людей, но так как у нее мозг настолько сейчас уже убит всеми этими разборками, и она, похоже, вообще круглосуточно не спит, потому что ей некогда элементарно. Ей надо везде все посмотреть, по чатам полазить, по роликам обзорным тоже пошнырять, да почитать комментарии, по другим телегам тоже пошнырять и почитать, что про нее пишут. И это же выходит боком. Вы думаете, она все это читая не нервничает? Ну, конечно, ее разрывает просто, ее распирает и разрывает. Вот и получается, Ниног, ты уже просто соображать не можешь своей кукухой. И вот такой поганенький сценарий и выходит, что некогда даже подготовиться. Несешь чепуху, нажалость давишь. Снимать, говорит, надо, а то, мало ли, говорит, вдруг понадобятся деньги на лекарства. И что ж тогда, говорит, делать? Надо же зарабатывать эти деньги. А че ты этого своего муженька, который у тебя там лежит, на кровати пузом кверху, не отправишь заработать тебе на лекарства? Это же твой муж, твоя опора. Ты, говоришь, сейчас Вовку позову, помоешь, говорит, посуду. Ну, пожалуйста, это чтобы еще мужа надо было упрашивать безработного посуду помыть. Слушайте, ну это вообще. Хотя такая же безработная пиратка. Ну, она хоть чуток больше трещит на камеру, нежели Вовка. И вот прикиньте, даже если и не работающий, вернее, работающий, но жене плохо, да, если правда плохо, тут не надо говорить про тарелку или там ту кастрюлю. Он сам помоет. Поставь, он помоет сам. А тебя уложит в постельку и даст тебе полную тишину и спокойствие. А тут Вовку еще надо упрашивать. Ну да, мамка бедная несчастная скорую еле дождалась. Уже думала, все, капец пришел. А тут муженек посуду еще будет вякать. Мыть или не мыть. Ну, это именно так выглядело со слов Нинки, что сейчас будет возмущаться. Ну и все, ребята. Она несколько раз по кругу все это повторяла. Как ей было плохо, как скорая приезжала, как уколы накололи. И сейчас она идет в парикмахерскую. Все-таки она решила идти. Короче, несколько раз по кругу она говорила, что вот, поэтому не было болталки, а потому что мне было плохо. Короче, решила Нинка разыграть спектакль для того, чтобы ее пожалели. Ниног, не пожалеет тебя никто. Тебе еще больше гадостей в комментариях написали. А лишь потому, что тебе уже не всплыть на поверхность. Все уже поздно. Уже что бы ты ни говорила, уже какую бы сторону ты для своего канала не приняла, что бы ты там ни меняла, что бы ты ни хотела изменить, в комментариях у тебя уже ничего не изменится. Абсолютно ничего. И отношения ни у кого уже не поменяются в лучшую сторону. Потому что все, поздно уже. Поезд уехал. А тебя никто никогда не изменит. Это, знаете, это уже ошибки воспитания, ошибки детства. И она такая, какая она есть. Внутри червивая, желчная. И тут уже, ребят, ничего не поделаешь. Такие не меняются. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok